Всем привет, с вами снова славный дружи Абломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Знаете, когда я был маленьким, я паштеты вообще не очень уважал. И на самом деле супы. Наверное, это пошло еще из детского садика, где тебя пичкали чем-то непонятным. И как бы ты такой, ну, дайте что-нибудь либо сладкое, либо жареное, что-нибудь. А тебе там какие-то паштеты, какие-то морковные котлеты, какие-то супы жиденькие. И ты как бы теряешь к этому интерес на какое-то время, пока ты не начинаешь стариться. Когда ты, короче, взрослеешь, ты такой, Господи, прости, какой нафиг Макдональдс? Какие фастфуды? Идите нафиг, дайте борща. Дайте печеночных котлет, драников, паштетов. И фишка в том, что паштеты еще офигенно перевариваются. Короче, сейчас, когда я состарился, ну, я не суперстарый, ну, я суперстарый, да, я начал паштеты делать сам себе. Можно, конечно, и покупать, но для себя ты можешь сделать, посолив, поперчив под себя. И да, на моем канале есть пара рецептов офигенных паштетов, но фишка в том, что они все жареные. То есть морковь, то есть лук, все вот это обжаривается, прожаривается, и это какой-то процент людей, которые это смотрят, оно сразу отваживает. Типа, ну, а как я это детям дам? А у меня, короче, там проблемы, печень, почки, еще что-то, у меня стол, диета, что-то там. А можно вкусный, нежный, прям пышный, нежнейший кремовый паштет, но чтобы жареного на масле там вообще не было. И начинаем мы... Ненавижу, когда отрывается эта штучка. Как же меня это бесит. Начинаем мы с куриной печенки. Единственная тема. Вы во всех громовочках, если у вас есть куриная печеночка, вы всегда берите больше. Потому что, например, у вас там написано килограмм, или два, или три, а потом вы зачистили ее там какие-то желчные еще что-то, какие-то пленочки вот такие. Зачистили, и у вас получилось уже не два нифига. Поэтому, если вам нужно два килограмма печенки, то берите два с половиной. Потому что, когда вы все это дело зачистите, оно, собственно, станет меньше. И, да, если там какие-то вот жилки остаются, это абсолютно пофиг. Но если вы в печенке видите что-то зеленое, то есть, там, типа, как это, желчный, короче, это горькая фиговина, и она там вот что-то зеленое, весь кусок выбрасывайте сразу. Итак, каждый кусочек берем. Вот этот. Все, он чистый. Здесь смотрим, подозреваем, если что-то там внутри есть, разрезаем, нет, абсолютно норм. И если, собственно, мы видим какие-то, вот, типа, видите, мы стащили кусок печени, а вот эта жила, жила, она осталась. Ее можно вот так просто вытягивать, вот это нам нафиг не надо. А здесь, опять же, мало ли там что-то внутри не то. Нет, все норм. Ну и, собственно, так чистим абсолютно всю печень. Малейшее подозрение на какие-то там жилы, прожилы или зеленивизну, зелень, короче. Вот, сразу же нафиг выбрасываем. Ну и выдергиваем оттуда прям жилы. Вот, 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 видите она? Эти-ти, эти-ти. Пошла нафиг жила. А вот это вот у нас печеночка. Вот, народ, про что я говорю. Вот, смотрите. Видите? Почему нужно брать больше? Видите вот эту зеленую штуку? Вот эта зеленая штучка, я не знаю, что это желчная протока или типа того, любой намек вот на такую зелень, видите? Весь кусок идет нафиг. Просто это мы выбрасываем. С трех стандартных пачек, если аккуратно все очищать, у вас получится 1300-1400 грамм. А остальное, да, это будут какие-то жилки, прожилки и вот это вот все, зеленые кусочки. Вам может повезти, не повезти, но здесь можно балансить, как бы, если будет чуть больше чего-то, чуть меньше, все равно будет очень вкусно. Теперь овощи. Всего лишь два типа овощей. Ну, морковь и типа лук. Кстати, я до сих пор не понимаю, зачем я на жито чудо бритвенной остроты и иногда просто даже вот, я просто срезал себе кусок кожи. И на старуху бывает проруха, как говорится. Неаккуратно, как-то абстрактно режем лук. Говорят, кстати, что вот это вот типа горчащее зеленое, я, если честно, мне пофиг, насколько он там горчит, особенно если проваришь. Но некоторые, если видят, что внутри лучины там какая-то зеленинка есть, они это тоже вырезают. Нам нужно 500 грамм сырого лука, который мы просто как-то вот так неаккуратно крошим. Хоть перьями, хоть чем, все это сварится и вообще нафиг пойдет в блендер, собственно. морквы тоже 500 грамм. Это на 1300 печенки. И режем довольно тоненько. Почему? Чтобы успело свариться. Потому что варить все это дело мы будем ровно 30 минут. Собственно, вот эти вот шайбочки, они за 30 минут морковные проварятся вместе с луком и с печенкой. И все элементарно, мы просто все это дело варим. После закипания полчаса. Но с добавками. Чтобы не париться, вылавливая потом из всего этого, воду-то мы сольем. И чтобы у меня не было каких-то фрагментов перцев, лавровых листов, паштетей, я их кладу вот в такое ситечко. Вкус они отдадут, а ситечко потом вынул и просто выкинул все специи. Примерно чайную ложечку перца. Вот так. Можно даже чуть поменьше. Несколько горошин душистого. И сюда же пару лавролистов. Вот так. Кажется, что специй много, но воду-то мы сольем. То есть, что напитается, собственно, то напитается в наши овощи и печень. Прямо вот сюда все это дело погружаем. Великолепно. А теперь добавляем туда секретный ингредиент. Секретный ингредиент это буквально один кубик бульона. Он само собой растворится и малая-малая часть этого бульона впитается в наши ингредиенты, которые, напоминаю, всего лишь лук, морковь и печень. Что по соли? Нужно, чтобы вода была подсоленная чуть больше, чем надо, потому что воду-то мы сольем. Паштет всегда нужно потом досолить, но пускай она уже впитывается в овощи, в печень. Я добавлю вот так одну столовую ложечку и, собственно, все. Мы врубаем огонь и туда сразу вываливаем всю печень и сразу туда фигачим все овощи. Я так говорю, все овощи. Это всего лук да морковь. После закипания ровно 30 минут на минимальном огне. Закипело и самый маленький огонь и просто под крышечку и таймер на 30 минут. Итак, прошло полчаса суперслабого бурления и теперь наша задача все это дело слить. В хорошем смысле слова, ну, типа, воду слить. У нас тут ничего жареного, у нас проварилась печеночка, все это с бульончиком, с лаврухой, со всеми делами, уже мягкая морковочка. Вот. А вот это все... Да, я понимаю, кто-то скажет, ну, блин, ты что, сливаешь весь бульон? Он вкусный? Не-не-не. Что напиталось в продукты, то напиталось. И просто вот так опа-опа-опа-опа-опа-опа. Там где-то должно выпасть мое ситечко. А вот оно. Вот так. Просто все вытряхиваем. И просто перекладываем все это дело в комбайн, в блендер. Пофиг. Оно могло успешно месить. Так, давайте сначала переложу, потом дальше. Оно пока горячее. И все, кто что-то понимает в паштетах, прекрасно понимают, что сейчас сюда пойдет сливочное масло. И здесь какая тема. Не добавляйте теплое, мягкое сливочное масло к горячим ингредиентам. Добавляйте либо теплое масло к теплым ингредиентам, либо добавляйте к горячим ингредиентам ледяное, каменное масло, чтобы оно не превращалось, ну, блин, в топленое или типа того. То есть оно должно замеситься, то есть растаять, замеситься, но не провариться совсем вот с этим. А я добавлю секретный ингредиент. Немного мускатного ореха. Но на самом деле вы сейчас можете посолить, поперчить, потемьянить, поразмаринить, пошалфеить, вот как хотите. Вот так, я чуть-чуть добавлю пол чайной ложечки, чтобы без фанатизма. А что по маслу? Так как у нас ингредиенты еще горячие, то масло должно быть каменное. И я добавлю целых 300 грамм. Вот прям это довольно много. Чтобы ему было легче замешиваться, вот оно, ледяное. Вот. То есть оно типа супер холодное и твердое. Я его вот так разрежу, чтобы ему было полегче умешиваться. И оно будет остужать. собственно нашу печенку и одновременно вмешиваться в паштет. Вот сюда кусками. Вот он начинает таять и начинает остужать наш потенциальный паштет. По соли в самом конце попробуем. Так, 300 грамм масла пошло. Фигачим. Единственный момент, комбайн должен быть достаточно выносливый или блендер, чтобы прям ну вы поняли, чтобы прям в пюрешку все превратилось. И сначала оно будет достаточно жидким, но когда остынет, станет в три раза гуще. Собственно, как мне кажется, это просто крем. Зацените, этот паштет можно просто наливать куда-то. Вот так. И да, повторяюсь, слишком жидкий, слишком жидкий. Да не жидкий он, он горячий. Сейчас там все подостынет и, собственно, он станет довольно плотненьким. Но это вы увидите уже завтра. Само собой хорошо, чтобы он настоялся в холодильничке одинок-другой. Тут какая тема. Если мы сейчас сразу его закроем, то он еще теплый, на крышке будет конденсат и там вода будет вот такая мерзкая. Поэтому, собственно, для того, чтобы эта вода нам не мешала и чтобы не ждать, я просто вот так пакетик положу сверху. Ну и чтобы его там не запариваться, там ложкой что-то разравнивать. Так вот, смотрите, видите? Просто пакетик либо пленку, пакетик проще. Пленка комкается, пакетик нет. Все. И он будет не заветренный без всяких корок сверху. И вот так рукой его супер легко разравнивать. Все. Прям вот так закрываем. Прям с пленкой вот так туда. Если будет какой-то конденсат, он появится вот здесь сверху и мы его просто уберем потом с этим пакетиком. Так что, друзья мои, до встречи завтра. Ну и добро пожаловать в следующий день. Собственно, паштет подзастыл, он настоялся. Смотрите. Ничего не заветрилось, не засохло благодаря вот этому пакетику. А текстура у паштета вот такая. Вот такая. И это он еще холодный. Понимаете? Но он был совсем жидкий. А как он холодный из холодильничка, то он просто вот такой. Осталось что? Да, просто кинуть на сковородку кусочек сливоча. Отрезать немножко какой-нибудь нежнейший, мягчайший чабатинки. И вот так поджарим на сливочи маленечко. Вот так впитаем сливочи сразу до корочки. Вот так как-то. И вот так. Зацените, как мажется. И насколько все это гладенькое и офигенное. Мало того, что там масло внутри в паштете, так я еще и на масле пожарил чабату. Я не знаю, нужно ли это дегустировать, потому что я уже продегустировал за кадром несколько раз. Это очень нежный, сбалансированный, вкусненький паштет. Слегка-слегка сладковатый от овощичек. Но не слишком сильно сладковат. То есть он реально по громовочкам он идеален. Еле-еле чувствуется мускат. И да, там ничего не было зажарено для тех, кто этого опасается. С вами был славный дружебломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Повторяйте смело. Это очень вкусно. И я отвечаю. Всем пока.